Отслужил срочную службу с 2013 по 2014 года. Подписал контракт в Министерстве обороны Российской Федерации с 2014 по 2017 года. Отслужил водолазом. Получил квалификацию водолаз. Проходил работы. Закончил военную службу по контракту. Ушел на гражданскую специальность. Работал строителем. Увидел объявление в интернете. Охрана и обслуживание нефтяных вышек входили в состав водолазов. Заработную плату обещали 240 тысяч рублей. Для моей республики это очень хорошая и очень приличная сумма денег. Решил откликнуться на это объявление. По объявлению позвонил. Мне сказали приехать в город Краснодар. Мне сказали, что ты все взят. Отправляли нас на полигоны. Давали автоматы Калашникова. АК-47 стреляй. На что нам говорили, что это якобы вам пригодится для самозащиты. Так как нефтяные платформы находятся в морях. И могут нападать якобы всякие пираты. Перед тем, как мы уедем на вахту. А вахта входит 4 месяца. Мы заключали договор ГПХ. Перед тем, как туда уехать, они удаляют все наши социальные сети. И телефоны остаются на базе. Моя работа водолазов заключалась в обслуживании нефтяной платформы. Это очистка от ракушек, от медий. Очистка кингстонных выгородок. И обслуживание подводной части нефтяной платформы. Нашел объявление на вакансии охраны нефтяных вышек. Так как у меня был опыт в охране, я решил испытать судьбу. Приехал устраиваться 16 апреля в компанию Европолис. В компанию Европолис прошел медкомиссию. То есть у меня взяли кровь, посмотрели целосложение. То есть с психики тоже все нормально было. Я прошел. Потом нас на полюбе не обучали. То есть тактическая медицина, если вдруг при нападении ранят. Удержание, отступление от вышек, то есть защита. Нас отправили уже... Нам сказали, что отправляют на вахту, на работу. Уже на охрану нефтяных вышек. То есть нас потом должны были поменять. В итоге мы приехали на Украину. То есть у меня уже там пацаны будут, говорят, что мы на Луганск проезжаем. Потом нас на какой-то площадке высадили. Сказали то, что все, мужики, назад пути нету. То есть бежать смысла нету. Будете бежать, куда мы вас отвезем, если будете бежать. То есть по вам сработают наши же. Приехал в город Краснодар. Белустройство на работу охранником нефтяных вышек и баз нефтяных. 19 мая подписал контракт на договор. На год вахты на охрану. Через несколько дней узнал, что поеду на Украину. Отказываться уже было нерезонно. Поэтому 20-го числа в пятницу, 20-го мая, нас посадили на автобусы. И мы поехали в сторону границы. Попал в плен 27-го мая. По причине того, что наш командир бросил нас, оставив в лесополосе в четвером. Нас обстрелили свои же минометы и АГС. Один был убит, один ранен.